Как теперь в инстаграме выглядит Париж, почему африканские зоозащитники недовольны Windows 10 и зачем бельгийский путешественник на всех фотографиях держит табличку? Узнаем, посмотрев самое интересное из мира социальных сетей прямо сейчас. Новый тренд в соцсетях это критиковать Windows 10 за то, что она устанавливается на компьютеры без разрешения пользователей. Каждый день появляются все новые пострадавшие. На этот раз пострадали вот эти бравые зоозащитники из Африки. Один из компьютеров организации самостоятельно закачал из сети установочные файлы. Это обошлось защитникам природы аж в 30 тысяч долларов. Настолько дорогой на континенте трафик. Зоозащитники предупредили корпорацию Microsoft, если самовольно обновление выведет из строя компьютер во время операции против вооруженных преступников, то кровь будет на руках американской корпорации. Этот случай не единичный. В апреле обновление Windows 10 ворвалось в буквальном смысле в прямой эфир американского телеканала и прервало прогноз погоды. А в мае помешало профессиональному геймеру вести прямую трансляцию игры Counter-Strike на многотысячную аудиторию. Как вы думаете, каких фотографий сейчас больше всего в Инстаграме с хэштегом «Париж»? Там не Лувр, и не Эйфелева башня, и даже не собор парижской богоматери. На снимках вода. Вышедшую из берегов сены фотографируют и туристы, и местные жители. Вот на фотографии субботней забавы маленьких парижан. То подушку поймают, то стул, то кресло. Пишет наша соотечественница, живущая сейчас во Франции. Под водой, причем не только дороги, мостовые зеленые лужайки, сено скрыло под собой даже памятники. А все указатели, установленные человеком, сейчас смотрятся скорее как насмешка природы. К примеру, вот остановка Елисейские поля. Но вряд ли отсюда сейчас куда-то можно будет уехать. Вот это фото, сделанное в аэропорту Цуриха, сейчас повод для шуток среди пользователей интернета. На снимке, который немецкие журналисты выложили в Фейсбуке, самолеты канцлера Германии Ангела Меркель, президента Франции Франсуа Оланда и британской рок-группы Iron Maiden. Сложно не заметить, что лайнер-звезд хэви-метала значительно больше самолетов, лидеров ведущих европейских государств. Фото настолько понравилось любителям поиронизировать над важными чиновниками, что за сутки набрало более 100 тысяч лайков. Уважаемые пассажиры, наш старт отложен на несколько минут, поскольку самолет Ангела Меркель застрял в одном из наших двигателей, шутит один из подписчиков. Вообще, большинство комментаторов сходятся во мнении, что фото символично, мол, музыка важнее политики. Мамы, они такие, беспокоятся даже за таких вот экстремалов. Именно поэтому бельгийский путешественник Джонатан Киньяне создал страничку в инстаграме «Mam, I'm fine», то есть «Мама, со мной все в порядке». Там уже более двух десятков фотографий молодого человека в самых опасных местах планеты и в разных экстремальных ситуациях. И на каждом снимке табличка с надписью «Мама, я в порядке». Инстаграм-блог был создан только 1 апреля, сейчас у него уже 60 тысяч подписчиков. Видимо, не только мама путешественника хочет убедиться, что с активным юношей все в порядке. Ну а сам Киньяне с помощью странички в соцсети не только передает приветы своим родителям, но и пытается вдохновить людей на такие же безумные поступки. Кстати, сам он в начале года уволился с работы, продал машину и начал путешествовать. Субтитры создавал DimaTorzok